Три года назад Стелла Соколова и ее брат заплатили взнос за земельный участок в ДНТ «Ботовик», который находится в Сосновом Бару. Деньги в сумме 45 тысяч рублей они передали некой Арине Антоновой, выступающей как риэлтор. С ней брат Стелла заключил договор о задатке и взял расписку о передаче денежных средств. Однако спустя год брат умер. Я стала ей звонить. Она не стала мне отвечать. И ее вот друг там был, Сосновский Илья, он не стал отвечать. Когда я СМС послала, я ей говорю, Арина, ответьте, пожалуйста, на мои звонки. У меня вот брат умер, нам бы надо решить проблему эту с деньгами-то или с участком. Ну, это зря я, видать, написала СМС-ку, сразу же все выложила, все карты. И этот Сосновский Илья стал меня называть там сумасшедшая женщина. Вы сюда больше не звоните, вот так вот. Вскоре оказалось, что Арина Антонова и вовсе уже приватизировала участок и выставила его на продажу. Одним словом, мошенница, говорит Стелла. Женщина сразу обратилась в правоохранительные органы. Однако там не спешили расследовать дело и фактически ей так и не помогли. И вот у меня эпопея так и длится. Я обратилась в прокуратуру Октябрьского района. Они в Октябрьское, как УВД, РУВД отправили меня. Там разбирались, передали в советский отдел. Почему? Потому что якобы передача денег осуществлялась на территории советского отдела. Мировым судьям тоже вот обращалась. Тоже сказали уже, я не знаю, как точно это выразиться. Ну, там, где Трифоновские бани, туда сказали обратиться. В итоге результата, как говорится, ноль. Стелла обращалась и к огромному числу адвокатов. Однако и там ее больше запутали, признается женщина. Вместе мы все-таки решили проконсультироваться у юриста Виталия Ханихоева. По его словам, выход из этой ситуации есть. В данном случае можно, конечно, вернуть те деньги, которые заплачены. В том случае, если расписки есть, по крайней мере, одну расписку-то я видел точно. Это, конечно, можно вернуть. Можно вернуть, попробовать, конечно, принудить к исполнению договора. Но это вряд ли, потому что, когда мы в суд придем и скажем, нам продали участок, суд скажет, договор ничтожен, потому что участок в собственности не находился на тот момент. Адвокат называет этот случай простым, однако довольно распространенным. А все из-за юридической неграмотности населения. Поэтому прежде чем покупать участок или подписывать какой-либо договор, необходимо проконсультироваться с юристом. Наталья Домбаева, Алдар Домбаев, Первая альтернативная.